всем привет с вами джон кобра и в сегодняшнем ролике у нас будет обзор новой прикольной rpg под названием critical legends в roblox давайте в самом самом начале я вам расскажу в чем заключается смысл этой игры для тех кто никогда не встречался с подобными rpg в принципе сама основа и сам смысл игры достаточно достаточно похож на остальные игры но при всем при этом здесь существует достаточно интересные различия давайте в первую очередь я вам расскажу про более прикольную систему боев здесь вот в этой игре существуют так называемые тиры тиры всего существует 10 тиров мобов а тиры предметов на есть намного намного более высокие поскольку я не такой прокачанный человек мой максимальный тир это 20 20 киров вот он вот он здесь также есть какие-то вопросительные тиры и что вы все-то в этом роде но все это сложный и непонятно и мне кажется это уже не годится для какого-нибудь нас национального базового уровня это уже прям наверно пойдет уже под какие-то прям профессиональные ролики по получению каких-либо классов да в этой игре кстати существует достаточно много и интересных классов есть прям реально разнообразие геймплея в этой игре но все конечно же сводится к тому что в систему боев неважно за кого класс вы играете достаточно похоже но при всем при этом уникально по сравнению с другими играми давай сейчас мы подойдем к самому самому первого тира чтобы начать игру мы должны подойти вот в эту вот штуку мы туда подходим и наша битва начинается смотрите здесь мы не можем дамагать никого вот вообще никого вот у нас есть вот этот палка она вообще как бы я маг и у меня получается то палкам магическая палка и вот этой магической палкой мы должны собирать вот такие вот штуки только мы собираем эти штуки мы наносим противнику урон здесь есть такая штука как компа если вы собираете несколько штук за определенный промежуток времени то тогда вам везет и вы получаете получаете дополнительный урон а противники как же свою очередь наносит удар они вас атакуют в определенной области за которую вы не можете выйти да аккуратно если там будет вода я вам не советую в нее заходить потому что в воде вы умираете немного поэтому штука это достаточно опасно смотри сейчас мы подбегаем эту штуку берем вот так вот берем 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 так 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 и берем и сразу же убиваем вот этого вот монстра в принципе достаточно интересная система здесь очень важно уворачиваться так под противника и в принципе вплотную к нему не надо приближаться в принципе есть так смотреть эта система мне кажется очень интересный достаточно уникальный также немного немного еще поскольку мы раньше заговорили про классы тоже на этом стоит застрить ваше внимание потому что коллассы имеют очень 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 большое значение для прокачки в принципе давайте я конечно сейчас не буду рассказывать про все классы которые существуют в игре их очень много и к тому же все эти классы я не знаю потому что играть я начал только вчера игра мне принципе очень-очень сильно понравилось мне кажется многим из вас она тоже зайдет поэтому зайдите по ссылочке в описании под этим роликом поиграть в эту игру возможно вам зайдет и она понравится так мы говорили про классы и еще раз скажу что в этой игре существует очень много классов и для того чтобы получить классы нужно подойти к вот этому вот к вот таким вот статуям и каждый из статей имеет свой класс при нажатии на который вы его получаете будьте осторожны как только вы издать класс ваш прошлый класс пропадает но для того чтобы это не происходило можно использовать использовать вот такие сундуки где вы сохранять сохраняйте те классы которые вам нравится если вы не хотите ничего убирать просто нажимать вот на эту кнопочку и все и готово принципе и вы состаетесь со своим же классом мне мой подписчик и друг помог получить вот такой вот прикольный класс получается магический так максим и вроде бы он называется либо примерно так и он мне помог получить артефакты вообще если у вас есть друзья которые играют в эту игру не стесняйтесь не спрашивать не потому что в игре очень много всего интересного и на первый взгляд сложного но если поиграть некоторое время то в принципе можно разобраться и после этого даже неплохо так шарить за игру потому что получается я игра второй день и уже могу снять и рассказать что-то про игре по эту игру вы если учесть то что игра второй день и что вчера я просто дошел до второго уровня то может сказать за один день я неплохо так прокачался конечно же при помощи друзей и неплохо так разобрался но если вы посмотрите пару роликов на ютубе про эту игру то я думаю вы тоже станете очень очень понимающим человеком так я рассказал получается про как раз те вот самые вот эти вот штуки под названием классы я рассказал про мобов которые их всего 10 уровней да также есть в игре боссы за которых дают больше опыта и понятное дело чем выше тир тем тяжелее сражаться это достаточно интересная система достаточно механика да также хочу еще чуть про карту сказать карта в этой игре очень очень большая и очень чем прикольная там на респалне вы наверняка видели кораблики 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 в общем кораблики это штуки которые вас телепортируют вот видите там фиолетовый кораблик находится там у нас находился другой кораблик и в принципе карта одна большая из которой телепортируют вас в различные локации это достаточно интересно и классно конечно же конечно же конечно же еще хотел вам рассказать про сундуки про вот такие сундуки в этих сундуках находятся 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 активные и пассивные или ну и не элементы и они здесь называются вещи но это больше элементы какие-то потому что ну посмотрите как они выглядят интересно в общем есть пассивные активные элементы как я уже говорил вещи как я уже говорил ранее пассивные элементы вы не вспомни можете их использовать они вам дают бусты очень выгодные очень прикольные а активные вы их можете использовать трача ману раз уж мы уже заговорили про эту ману давайте я вам немного принес тоже сейчас расскажу ну так чисто чтобы вы понимали насколько прикольно здесь работает эта вся система всего существует несколько категорий прокачки вашего персонажа если вы нажмете на кнопочку l то у вас откроется вот такой вот телефончик можно сказать и здесь будут вся ваша статистика также я хотел бы еще знаете что вам рассказать про вот эту кнопочку эта кнопочка ухудшает ваши настройки если говорить максимально точно но при этом ваш интернет и ваш пинг и все-все-все в этом роде стану короче вам становится очень легко играть если вы такой человек с очень слабым компьютером если вы хотите убрать эту менюшку нажимайте еще раз если не работает то там несколько раз покликайте и все принципе должно получиться здесь в этой вот штуки это статистика персонажа есть в их вашей экспе которые вы здесь показываются и скольки ваша скорость перележения ваши прыжки насколько высоко прыгаете ваша защита и вашу критикал получается урон по поводу всех вот этих штук мне кажется достаточно понятно вот именно критикал и дефенс он в основном зависит от того какой у вас хороший класс и как как хороши ваши артефакты сейчас вот именно в эту штуку я вдаваться не буду потому что это для меня вы достаточно была сложная штука я так не до конца мне разобрался давайте сейчас перейдем на левую менюшку здесь есть достаточно много интересных интересных штук во первых во первых здесь у нас есть такие понятия как дэмэдж щит а так то есть дамаг щит амм хп мана и магия а вообще существует получается два типа урона типа класс урона с помощью вот ударов вот таких вот с помощью дэймэджа и с помощью магии понятное дело есть у вас меч то вы используете дэймэдж есть у вас какая-нибудь посох магический то вы используете магию вообще там разные классы используют разные штуки вот допустим класс вот этот программист он Использует дэмэдж, а вот допустим Тёмный маг, и вот использует магию Именно Если вы хотите вкачать тот или иной урон Вам нужно вкачать этот пункт Вот допустим у меня вкачан дэмэдж И почти не вкачана магия Но дело в том, что Джон Кобра Джон Кобра раньше играл немного за другой класс Поэтому у него сейчас больше вкачан дэмэдж Но также если вам что-то не понравится Статистики вот всегда можно сбросить За репутацию Репутация штука достаточно прикольная, но в принципе Накопить её возможно, я вот смог накопить И в принципе возможно если у меня появятся Какие-то очень крутые классы, вроде бы Нет, я сейчас не буду вам говорить Какие самые хорошие классы, просто есть Очень крутые классы и они Все получаются на дэмэдж, поэтому Ну тут вы уже сами выбираете, что вам Здесь больше всего нравится и что вы будете Прокачивать и что вы будете И чем вы будете играть В принципе в этой игре Что же ещё такого интересного Можно рассказать? Я вообще Ничего не рассказывал про Систему инвентаря Который открывается на пи Либо на зе русскую В общем смотрите Как я уже говорил ранее Существуют пассивные и активные элементы И получается Пассивные элементы Такие элементы, которые дают вам способности Вот видите здесь У меня плюс скорость Плюс Вот эти вот прыжки И вот здесь тоже Вот эта вся штука идёт И там ещё очень выгодно Есть некоторые бонусы Активные элементы Это вот такие элементы, которые вы получаете Путешествия по миру Я вам могу сразу сказать Что как отличить Постоянные Постоянные активные вещи От непостоянных Смотрите на всё это Если здесь просто Написано Что есть какой-то эффект Значит оно непостоянно Если написано Что оно тратит Вашу ману То значит Что это Элемент, элемент, элемент Видите здесь написано 25% мана Если в их Вот это вот всё написано И если вы вот это вот всё смотрите И читаете То То как бы это проще сказать В общем Если вы видите В вот этой Дескриптчине Слово мана И что тратится мана Значит что Это Отвеченный элемент Если там просто способность То Это означает Что элемент не вечен В принципе Достаточно Понятно Надеюсь Объяснил Также здесь есть Вот такая штука Как фейс Но я с ней Не взаимодействовал И Вот косметик Итемс Это наверное Кисошуки Которые можно выбивать Но Я недостаточно прокачен Поэтому этих штук У меня нет Сейчас я ещё вам расскажу Что вот здесь Вот существует Вот такой вот остров Который представляет собой Главный 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 остров И достаточно прикольный Вообще игра сделана Очень-очень классно И просто реально Очень прикольно Очень интересно Хоть и она достаточно простая С виду Но прикольно И я понимаю Почему 10 тысяч человек В неё играют В принципе Для того чтобы здесь разобраться Не нужно веками разбираться Не нужно прямо тут Всё знать Просто нужно Поговорить с умными людьми Которые хорошо разбираются В этой игре Про счёт Вот всяких там Зельки Перков Я конечно говорить не буду Это уже будет какой-то Обучающий ролик Расскажу что здесь Есть систему Вот как раз Вот это вот Инвентаря Если вы сюда вот зайдёте То Не нажмите на П То вы сможете Как раз менять Видите Убирать вот эти штуки Вот эти Но пока что Я недостаточно Вкачан Чтобы что-то Из этих штук Юзать И использовать Но в принципе Штука достаточно Интересная И прикольная Также здесь Получается Существует Несколько кораблей Которые ведут вас На разные миры Ну и Понятное дело На разные тиры Персонары Также здесь Ещё существует Интересная Система получения Классов Хотя я про это уже Рассказывал Немного ещё Застрю на это Внимание Если мне не изменяет Память В игре существует Ещё три острова Вот таких вот Больших И на этих островах Можно получать Очень хорошие классы Я побывал уже На двух из этих островов И там за порталом Ещё находились Сундучки Вообще Открывайте сундуки Потому что Из них выпадают Прикольные вещи И да И ещё из модов Тоже выпадают Прикольные вещи Так Также в игре Раньше присутствовала Ещё система трейдинга И можно было Передавать Даже Класс Но Дело в том Что эту систему Решили немного Ударить из игры Буквально недавно И это на самом-то деле Грустно Трейд Присходил вон На трейд Айленде И был он Достаточно прикольный Я не застал Это время Ещё хочу Вот вам рассказать Про вот эту вот штуку Если вы на это нажимаете То получается Вы сможете Выбрать место Где вы будете Спалниться Ох У нас знаете Такой ролик небольшой Обучающий Даже получился Ну конечно Для обучающего Ролика мы далеко Потому что Да Потому что он Достаточно начинающий В принципе Что я могу В общем сказать Про эту игру В игре существуют Разнообразные Перки Разнообразные Вот эти самые вещи Разнообразные Классы Разнообразная Прокачка Вашего персонажа Можно в принципе Каждому Здесь найти себя И выбрать тот класс Который Вам больше всего Подходит Также Как по мне Достаточно Интересная система Битву Не нужно Подходить И бить Надо собирать Эти штуки И дамагать Человека Спал Не человека А моба На расстоянии И это Достаточно Интересно И прикольно Мне очень Понравилась Эта система И реализация Весь геймплей В этом режиме Единственное Что знаете Мне Вот знаете Вот здесь 50 на 50 Достаточно Простая Графика В игре Но Это все Компенсируется Достаточно Большой картой И в принципе Понятно Чем больше Карты Тем проще Она должна быть Чтобы ни у кого Не лагал Ну в принципе Карта и так Достаточно плохая Ой Неплохая А именно Я неправильно Сказал Неправильно Выразился Неплохая Большая Но при этом Простая Ох Какие то кубы Здесь находятся Но конечно Джон Кобра Еще недостаточно Хорош Чтобы с ними Сражаться В принципе Здесь еще Есть всякие Деревья И вообще В принципе Карта Очень огромная Очень большая И вообще Красивая Хоть и проста Хоть и проста Но в принципе Большого то этого Не знаю Значения Не имеет Битвы интересные А в принципе Что еще Такого нужно В подобной Игре Я вот даже Не знаю К чему Можно такому Передраться И что Кроме графики Осудить В этой игре Ну что в принципе Все достаточно Прикольно И интересно Лично мне Эта игра Понравилась И я реально И способствовал Достаточно Большое удовольствие От игры в нее Я очень редко В принципе Играю В RPG В принципе В Roblox Потому что Я считаю Очень долго Прокачивался Но в принципе Здесь прокачка Недолго Достаточно Интересная И разнообразно Да Нет ничего Здесь такого Прямо Постоянного Все здесь Интересно Разнообразно И хотя я Это слово Говорю Уже в какой раз Но все таки Это прикольно Что ж Вроде бы Вроде бы Я рассказал Про самые Такие Интересные Штуки В этой игре Про то Как они работают Даже немного С вами Вам рассказал Про то Как это выглядит И как этим пользоваться Поэтому даже Можно сказать Что я Сделал такой Почти ролик Обучения Хотя Рассказал я Про слишком Маленькие Механики В принципе Я надеюсь Что этот режим Вам понравился Чтобы конечно же В него поиграть Потому что игра Прикольная Игра прикольная Особенно если Потом можно И на боссы Входить И с друзьями Сражаться И какие-то штуки Выбивать В принципе Я пока Выбивал Какие-то штуки Для получения Как раз Классов Я Ну не сильно Так и Напрягался Ну конечно Мне помогали Но так-то Если посмотреть Я Часами Не фармил Какую-то одну вещь Которая выпадает С вероятностью 3% Поэтому в этом плане Нормально Там хоть и есть Вещи на 10% Но я Выбил Достаточно быстро Поэтому Переживать так сильно Не стоит За За как раз Вот лут В принципе Лут достаточно хороший Выпадает сразу же И в принципе Играть можно По мне игра Достаточно хорошая Достаточно интересная В принципе понятно Почему в нее играет 10 тысяч человек Потому что игра Реально классная И интересная Я конечно же надеюсь Что этот ролик Вам понравился И что вы конечно же Оцените лайком И подписочкой На мой канал Ну а с вами Конечно же был Джон Кобра Всем спасибо За просмотр И всем Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok